Сегодня тема нашего разговора стримы, проведение онлайн-трансляций на YouTube и все, что с ними связано. И будем мы говорить, как вы уже поняли, не о стримах с обычной какой-то конченой вебки, а об использовании своей камеры. В данном случае я буду объяснять все на примере камер Sony. У меня в руках Sony Alpha 6300, сейчас я снимаю на 6400. Работа с ними примерно одинаковая. И, как вы уже поняли, то есть нам нужна сама камера, нам нужен объектив для данной камеры и, как правило, широкоугольный. То есть вот вы можете использовать, например, кит, который идет 1650 на 16 мм. Вполне себе вам этого будет достаточно. И в первом варианте использования мы будем юзать обычный USB кабель, который идет в комплекте. И при помощи программы Remote будем захватывать изображение. Во втором же варианте использования нам понадобится какая-нибудь хотя бы вот такая простейшая карта захвата, USB карта захвата и, соответственно, HDMI, micro HDMI кабель. Ну и, собственно, вы на канале Budget Filmmaker и мы начинаем. Друзья, полетели голопом по Европам. Первое, что нам нужно, скачать ПО, при помощи которого мы будем стримить. Погнали! Это OBS. Пишем OBS. Вот оно, Open Broadcaster Software. Открываем для Windows или для macOS. Скачиваем. Сразу скажу, что на Windows проблем с OBS гораздо меньше, чем на компьютерах с macOS. Но, тем не менее, вы можете ее использовать и там, и там. В данном случае я работаю на Windows. Скачиваем, устанавливаем. Никаких проблем. ПО бесплатное. Все отлично. Далее. Как я уже сказал, сегодня мы будем говорить о камерах Sony. Поэтому мы ищем ПО Sony Remote Camera. И буквально по первой же ссылочке переходим. И открывается у нас вот такая вещь. Выбираем для Windows. И мы попадаем на такую страничку. То, что нам нужно, наша конечная цель. Imaging Edge Desktop. Как вы уже знаете, есть Imaging Edge Mobile для управления со смартфона. В данном случае нам нужна десктопная версия. И нас интересует именно функция Remote. Опять-таки, обзор. И скачиваем ее по дальнейшей ссылке. И, соответственно, устанавливаем себе на комп. И есть всего одна махинация, которую вы должны провести со своей камерой. Я сейчас показываю на примере Sony Alpha 6300. А в настройках USB соединения мы ставим удаленный ПК. И, собственно, втыкаем провод. Запускаем Remote. Что мы с вами видим? Если бы у нас было 6400, то никаких проблем не было. И сейчас бы уже было изображение. Но на 6300 и других камерах 6000 серии, здесь мы видим, что невозможно отобразить в режиме визирования по экрану. Все, что нам сейчас нужно с вами сделать. Я даже случайно запустил запись. Вот так вот сейчас камера у меня перефокусируется. Мы берем и ставим с вами любой другой режим. Например, M. Обычный режим для фотосъемки. И нажимаем здесь Live. И, о чудо, мы видим Live View и видим нашу камеру. Это прекрасно. И теперь мы просто можем обратно вернуть на видео режим. И мы без каких-либо проблем уже видим изображение на экране ремоута. И мы можем управлять настройками камеры прямо отсюда. Все, что сейчас нужно сделать, это не закрывать это окно. Ни в коем случае его не трогать. Оно у нас так и должно висеть. Идем дальше. Открываем OBS. Как вы видите, здесь у меня уже все настроено. Здесь большое количество сцен. Большое количество источников. Но я пробегусь очень коротко по основным настройкам, которые вам необходимо сделать. Через файл мы выбираем настройки. Если вы ее только что установили, здесь можно ничего не делать. В вещании самое главное. Вот это вот фишка. То есть мы выбираем YouTube, мы выбираем Primary Server. Неважно. Нам нужен ключ потока. Где его взять? В вашем... В панели управления трансляциями на YouTube. Вот моя панель управления. Здесь все написано, да? И вот здесь вот у нас адрес сервера, который мы взяли из OBS. И вот здесь он не показывается. У нас как раз ключ трансляции. Ваш личный ключ трансляции, который никому нельзя показывать. Вы его копируете и вставляете сюда OBS. И в принципе все. Пол дела сделано. Далее, вывод. У меня здесь стоит режим простой. Битрейт 6000 килобит. Он считается нормальным. Вот знаете, для Full HD от 4500 уже в принципе неплохой битрейт. Я ставлю аппаратный кодировщик. Если у вас не NVIDIA, можете поставить и программный. Битрейт аудио 160 килобит. Ничего сложного. Стоит галочка включить дополнительные настройки кодировщика. И я ставлю максимальное качество. Собственно, на этом все. Вообще никаких в принципе сложностей. Что касается аудио, самое главное, вот здесь у меня среди устройств выбран именно тот микрофон, которым я пользуюсь, который в данный момент как раз включен, который в данный момент может у меня работать. И что касается видео, у меня базовое разрешение Full HD, выходное разрешение также Full HD. А масштабирование, метод лансоша, это самый как бы самый четкий фильтр, который нам показывает максимально качественное изображение, но чуть больше грузит наш комп. И количество кадров в секунду. Я снимаю в 25 кадров, поэтому у меня стоит здесь 25 пал. И все, в принципе, вам больше ничего можно не настраивать. Самое главное, чтобы у вас здесь был ключ вашей трансляции, чтобы когда вы здесь нажали запустить трансляцию, у вас началась трансляция на YouTube. Собственно, и в этом все. Что мы делаем? У меня, как вы видите, здесь много всего создано. Мы добавляем, выбираем новую сцену. Давайте напишем камера. Давайте это будет просто камера. Камера USB. Вот так вот. Камера USB. Окей. У нас появилась новая сцена, в которой ничего нет. Мы добавляем и делаем захват окна. Самое важное. Захват окна. Пишем камера. Окей. Это название уже используется. Камера USB. Камера USB. Бац. Это название также используется. Хе-хе-хе. Ладно, камера один. Бум. Захват окна. Но в данном случае он у нас захватывает браузер. И мы выбираем наш ремоут. Соответственно, что мы получаем? Здесь все достаточно просто. Здесь он берет и захватывает окно нашего ремоута. Что мы можем сделать? Мы берем вот этот палец. Нажимаем клавишу Alt. Клавишу Alt. И подрезаем нашу картинку так, чтобы здесь осталось только, только изображение с нашей камеры. То есть вы понимаете, да, что происходит? Мы просто берем и захватываем этот экран. И в дальнейшем мы можем его просто взять вот таким вот образом. И растянуть. Растянуть на весь наш экран. И получить... И получить какое-то изображение. В принципе, вполне себе неплохое. Вот оно. Если я возьму сейчас и поверну вот так вот камеру на себя, то вы примерно вот видите уже. Итак, всем привет, ребята. Вы на канале Budget Filmmaker. И мы начинаем. Собственно, качество изображения, как вы можете заметить, оно, конечно же, не такое будет детализированное, как если бы мы использовали с вами, ну, например, карту захвата, о которой мы сейчас и будем говорить. Но, тем не менее, этот метод имеет место быть. Вам не нужна абсолютно никакая карта захвата. Вы просто берете, берете и... И все. Подключаете камеру USB-проводом стандартным, который идет в комплекте. И, в принципе, ни в чем себе не отказывайте. Что касается звука, здесь также есть все эти настройки. Сейчас у меня звук идет с микрофона, который вот здесь вот у меня сверху установлен. Я вам его могу вот так вот показать, да? То есть, с этой камеры. У меня установлен софтбокс и вот этот вот микрофон. И, в принципе, я отлично себя чувствую. Звук идет вполне нормальный. И при этом же все. Смотрите, что касается звука. Здесь можно сделать фильтры. И если вы шарите, то вот у меня установлен плагин Изотоп. Изотоп второй версии. Вообще, все VST-плагины второй версии поддерживает OBS. Соответственно, мы можем закинуть сюда плагин Изотоп. И если вы звукарь или хотя бы чуть-чуть шарите, то вы настраиваете свой профайл в Изотопе. И он в режиме реального времени. Вам редактируют звук. И на выходе, на стриме, люди получают уже звук, прокачанный Изотопом. Что тоже, в принципе, good. И также вы сюда можете добавлять большое количество источников. То есть различные браузеры и все остальное. Вот в моем виде здесь есть и подписки, и какое-то видео, и сбор на донаты, да? И топ донаторов, и просто донат, и каше у меня подложено, и камера моя основная, и фон, и все-все-все, вплоть до музыки. И при этом у вас могут быть разные сцены. То есть вот здесь у меня сцена, где должна была быть камера на весь экран. Я нажимаю на монтаж, и у меня здесь переключается, где я, допустим, в маленьком углу, и на весь экран у меня монтажная программа. Также, например, другая сцена, где, опять же, я в маленьком углу, и на весь экран что-то другое. Соответственно, такие сцены вы можете делать, и прямо в режиме реального времени, просто кликами между ними переключаться. Все очень удобно, нужно однажды просто ознакомиться с этим интерфейсом. Но все основное для того, чтобы начать, именно начать эту трансляцию, я вам уже показал. И мы переходим ко второму варианту использования. Итак, смотрите, что происходит теперь. У нас есть карта захвата, у нас есть HDMI-провод, и, соответственно, с карты захвата у нас идет обычный USB-провод. USB на USB-C. Карту захвата мы с вами втыкаем. HDMI в HDMI-in, то есть вход, втыкаем. И втыкаем micro-HDMI, да, в нашем случае, а в нашу камеру. Здесь уже все будет несколько иначе. Здесь наша камера уже будет как именно устройство, устройство ввода видеосигнала в нашем ПК. То есть с этого момента мы можем ее использовать как вебку, в любом скайпе, вообще в любом абсолютно приложении. В том числе, в том числе и в OBS. Здесь мы уже действуем чуть-чуть по-другому. Также в OBS, вот наша сцена, мы нажимаем плюсик и делаем захват устройства захвата видео. Добавляем, не важно, ну пускай будет устройство захвата видео. И вот она у нас сразу же, есть OBS камера и есть Full HD Capture. Мы сразу же видим, что картинка с нее у нас появилась. Окей, и здесь без всяких премудростей, просто на весь экран сразу же у вас прямое изображение, взятое с камеры. И вы можете сравнить примерно и понять сейчас, насколько оно лучше или хуже. Я сразу вижу какую-то запредельную резкость. Я, кстати, не знаю, с чем это связано, возможно, возможно, именно вот эта вот вся резкость связана с моей картой захвата. То есть не с самой камерой это связано, а с картой захвата. Но вот что мне больше всего не нравится, это вот эти вот ужасные градиенты, которые, как я уже на одном из стримов рассказывал, то появляются, то не появляются, проявляют себя когда-то в большей степени, когда-то в меньшей степени. Но, тем не менее, вы сразу видите, что качество картинки здесь в разы лучше. И, как я уже сказал, можно пользоваться этой картинкой абсолютно для разных целей. То есть использовать это и в Zoom, в Skype, в любом другом мессенджере. То есть все, с этого момента ваша камера, это как устройство захвата видео. То есть это уже ваша вебка непосредственно. Далее хотелось бы сказать, наверное, пару слов о том, что за сетап у меня используется. И как раз воспользовавшись второй камерой, я вам сейчас немножечко покажу. Смотрите, здесь у меня вот на таком специальном кронштейне. Специальный кронштейн для установки на стену и на потолок. И плюс к нему еще присобачен вот эта вот селфи-палка от Xiaomi. Стоит софтбокс, в нем Yang 300, софтбокс китайский, простой. И вот таким вот Magic Arm'ом к нему прикреплен микрофон. Все это очень удобно. И вот этот вот такой, знаете, один большой сетап, он у меня здесь находится. И я опять же сижу, и вот вы видите эту картинку. Я сижу и ни в чем себе не отказываю. В принципе, мне это нравится. Чтобы каким-то образом засветить фон, опять же, вот здесь вот у меня находится виджим, который светит на фон таким вот теловым синим оттеночком, который вы все любите, чтобы вот эти вот шторы, которые много кому не нравятся, вы не видели. Ну и последний, финальный штрих, наверное, это вот этот вот небольшой вот цвет, который, может быть, многие даже и не замечают. Но, тем не менее, он есть. Вот здесь у меня установлен еще один светильник. Это примерно такого же толка, как и виджим, но Andy Sine R1. В общем, такой же компактный RGB светильник, который светит той же цветовой температурой, что и Yang. То есть это 5600 и 5600, ну плюс-минус, который немножечко отбивает мне вот заднюю часть головы, потому что ее у нас ничего не подсвечивает. И сзади, как вы видите, у нас вот такие вот теплые, теплые лампы, которые нам, ну, просто придают какой-то вот practical light. На самом деле, с картинкой на стримах можно экспериментировать до бесконечности, и с картинкой, и со звуком, и во многих из этих случаев получать какие-то достаточно качественные результаты. Ну и сейчас, наверное, еще одна маленькая фишечка, что касается обработки звука в реальном времени, я уже сказал, а теперь обработка изображения. Смотрите, у нас устройство захвата видео, это наша камера. Правой кнопочкой фильтры. И здесь можем добавить фильтр, применить лут. Вот он у меня уже есть, я не буду применить лут. И путь. Но смотрите, что мы видим. Он нам открывает стандартное расположение, где у нас находятся луты для OBS. И мы с вами должны взять вот этот оригинал за чистый лист. Все у нас луты в PNG, то есть нам нужен лут в PNG. Смотрите, это очень просто. Открываем Photoshop, и в нем открываем вот этот вот оригинал лут. Вот он у нас лежит. Что мы делаем? Мы делаем слои, корректирующий слой, поиск цвета. Окей. Загрузка лут. И вот сюда мы берем и закидываем любой лут, который нам нравится. Вот смотрите, я на вскидку, вот просто вот Fuji Eterno by Adobe. Закидываем этот лут, и все, что нам нужно теперь сделать, быстрый экспорт в PNG. Называем его любым образом, например, 47. Я сейчас его кину на рабочий стол. И сохраняем. Все, у нас этот лут сохранился в PNG. Теперь идем в OBS. Идем на рабочий стол. И выбираем наш 47. Бум. Все. И причем мы можем сделать еще и насыщенность этого лута, да? Воздействие его. То есть понятно, что вот эта вот Eterno, работающая на 100%, она сделала с нашими цветами, ну просто вот что-то невыносимое. Но если мы возьмем и попробуем, например, фильтры, да? Применить лут и сделать хотя бы процентов, ну я не знаю, на 40. Процентов на 40. И мы получаем вот какое-то такое изображение. И мы также в один клик можем взять и вот, например, без лута, с лутом. Без лута, с лутом. Все. То есть это реально у нас идет покраска в реальном времени. И помимо лута мы еще с вами здесь можем любые коррекции, там маски, хромакеи убрать и все остальное. То есть разобравшись, полазив здесь, вы узнаете еще больше нового. Но вот самое главное это луты. И самое первое, что, наверное, вызывает вопросы здесь у людей, это то, что луты здесь необходимо делать в PNG. Но в PNG, опять же, я показал их сделать очень просто. Нам нужен Photoshop. Открываем стандарты Original PNG, который нам дает OBS. Накидываем слоем на него свой лут и сохраняем все это в PNG. И все, вуаля, у вас свой лут, созданный лично вами, специально для вас и специально для вашего красивого, ну или не очень, стрима в OBS. Я надеюсь, что сегодняшняя информация была кому-то полезна, потому что действительно многие спрашивали у меня, какую технику я использую для своих стримов, вообще мой сетап для стрима, программы и все остальное. И вот именно здесь я, в принципе, разложил все по полочкам. И о том, что можно использовать обычные USB кабели с камерами Sony, можно использовать карту захвата. Кстати, ссылочку на дешевую карту захвата, которую я на Алиэкспресс покупал, приложу здесь под видео. Также все свои стримы я делаю на Sony Alpha 6400, которая у меня стоит на столе, вы уже видели, как она стоит. И вот в данном случае я снимаю как раз вот на свою стримовую установку. Я показал вам свой свет, показал вам свой звук, показал вообще все световые устройства, которые у меня здесь находятся, какую программу я использую, и вообще, как все это сделать вот на пальцах. С лутами и с настройкой звука, с базовой настройкой звука, все, что вам нужно сделать для того, чтобы наконец-таки выйти в эфир на YouTube и, наверное, радовать всех остальных. Вы были на канале Budget Filmmaker, и мы увидимся уже совсем скоро. Пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok